Привет, мои хорошие! С вами Селена Свэй, и сегодня у нас будет воздушный змей из Фикс Прайс. Мы с Денькой его будем запускать. Я ни разу еще не запускала воздушного змея, я не знаю, как это делать, поэтому перед выходом я посмотрела коротенький ролик, как это делать на самом деле. Ветер у нас есть, площадка у нас есть, надеюсь, что все получится. Итак, раз, раз, открываем нашего змея, он у нас отдельно здесь. У нас отдельно вот такой змей и отдельно вот такая штука. Сейчас я все это брошу здесь, потом уберу. Или надо иметь? Надо иметь. Помогай маме. Держи. Так, давайте раскроем змея, посмотрим. У нас посыпались, посыпались, смотри, как красивый змей. Змей очень красивый. Давай, мы засунем. Это куда-то надо засунем. Здесь. Аккуратно надо. Инструкции нет, это самое ужасное. Раз, два. Здесь какие-то палки засунем. Здесь засунем. А вот куда вот эти вот палки? Сейчас выкариваешься глаз. Куда вот это вот? А, смотри. По-моему, вот. 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 А вот эта маленькая вот сюда. Блин, да я просто профи. Подожди, смотри, какая красота. Так, теперь нам нужно, у нас получился змей, вроде красивый. Вот еще какая-то фигня. Больше полосых палок нет? Вроде, по-моему, должно проработать. Теперь нам нужно отсоединить. Теперь мы отматываем нашу ленточку. И привязываем ее... Это леска. Леска, да. Привязываем ее куда? Кстати, я не знаю, куда привязывать. Может быть, вот сюда надо привязывать? Как думаешь? Ну, это я не знаю. Да, мне кажется, вот сюда надо. Я думала, за хвост. Да, вот сюда. Сейчас проверим мою блондинестую логику. Может, и не сюда, на самом деле. Так, привязываю. Ой, он уже хочет рваться. Да и сейчас такая красота будет. Мама первый раз будет сейчас это делать. Все, на узел. На видео я посмотрела, что нужно сначала отмотать где-то пару метров. Полтора-два метра. Ну и, в принципе, уже начинать запускаться. Вот, нам нужно почувствовать дуновение ветра и отпускать наш змей. Так, куда ветер, туда мы. Ну, поднимем, залетит или нет. Может, надо бежать? Да нет, не так. А как? Вот пусть он лежит, а ты просто бежишь, и он должен взлететь. Там, ну, да. Чтоб ветер попадал туда, куда, внутрь, в эту штуку. Там, видишь, кармашек. Плохо бежишь. Плохо бежишь. Ну, видишь, говорят, слабый ветер, при том, что он непонятно в какую сторону дует еще. Не, там, видишь, в этот кармашек должен поступать воздух. И за счет этого должен взлетать. Не, ну, в принципе, это реально, чтобы он взлетел. Ну, это реально, да. Наверное, ветер нужен. Вот так и бегай, бегай. А тут еще между домами, между прочим, ветра нету. Слушай, это отличная тема, чтобы похудеть. Короче, идешь запускать? Не, без ветра запускай. Надо на стадион выйти. И там запускать. Ой, как Селина своей бегать умеет. Молодец. Похудеешь скоро. Я же потратила нормальный кровот. Ну, что, набегалась? Может, хватит? Или еще хоть? Мне так нравится развлечение. Я чувствую, что он мог бы взлететь. Если бы реально был ветерочек. Давайте еще раз попробуем. Давай. Летит? Летит за тобой. Суть-то понятна. Я надеюсь, что я сделала все правильно. Чуть-чуть ветра получается, и он начинает вроде бы лететь. Я думаю, что фикс-трассе нормальный, на самом деле, воздушный змей. Просто это я немножко не получается. Вот. Вот. Ладно. Короче, а какой воздушный змей из фикс-прасс? Можете брать и пробовать. Ну, все, короткое видео, наверное. Да? Мам, что ты думаешь вообще? Вот скажи, что? Я думаю, вот на стадионе, может быть, стоило бы попробовать. Когда рядом нету домов, тут, видишь, ветер между домами. Ну, дома. А ты за ветрами еще бежишь? Да, я думаю, что когда будет нормальный ветер и обычная площадка. Дома закрыли ветер, да? Да. Поле или стадион, то там должно получиться. Да. Ну, тут суть в том, что, видишь, воздух туда поступает, в кармашек вот в этот, да? И он за счет этого взлетает. Ну, так красиво. А так вот симпатичный, да. Хороший. Давай заставочку сделаем. Все, мои игрушки, я вас люблю. Целую. Бегите в фикс прайс, покупайте воздушный змей, если вы увидите. Ставьте лайки, если вам понравились мои старания. Увидимся в следующем видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Мама говорит, что я поймала струю ветра, которая вот сюда вот заливалась. И он пошел-поехал. Ну, вот он даже можно вот так вот чувствовать, видите? Стоит он примерно 99 рублей, по-моему, в фикс прайсе. Есть разные цвета. Я вот такой выбрала. Мне кажется, это отличная идея. И пока я здесь запускала, все детишки радовались. И родители тоже спрашивали, а где вы такой взяли? Я говорю, в фикс прайсе. А в каком, в каком? Так что классная идея. И потренироваться, и побегать. И вообще это очень клево. Ощущать ветер. И быть с ним где-то там. Связь держать такую. Класс. А потом я просто замотала все, и все. Ну, все, пошли зашел. Ну, тут еще, видишь, там вот дома загораживали, а тут вот, видишь, есть как раз пробел между домами. И тут как раз струя ветра идет хорошая. Ну, в общем, поймали ветер. Пойдем пацана искать, он в садик побежал. Еще, если вы заметили, то все время у меня торчала спица сзади. Оказывается, она не должна торчать. Ну, как бы, по идее она действительно не должна торчать. У меня здесь просто порвалось. Сейчас я попробую. Вот здесь порвалось, да. Сейчас я попробую ее засунуть туда, как положено. Ну, вот, засунула. Здесь просто сбоку дырочка. И вот, отлично. Теперь можно вытащить вот эти спицы и снова сложить его как маленьким. А спицы можно хранить, знаете, где? В кармашке. Ну, конечно, посмотрим. Здесь же внутри я храню вот эту штучку, и спицы можно сюда же засунуть. Вот так вот сложить и убрать. А пакет ветром унесло. Вот я смешная. Нельзя хранить там спицы, потому что здесь дырка и здесь дырка. С двух сторон дырка, блин. А я спицы наложила сюда. Они выпадают у меня с другой стороны. Короче, можно просто положить и завернуть. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok